А да, бледная кровь. Вы пришли куда нужно. В Ярнаме проводят кровослужение. Вам лишь необходимо раскрыть его тайну. Но с чего он начнет посторонний вроде вас? Конечно, перелить себе немножко ярнамской крови. Но сперва вам понадобится контракт. Окей. И добрый день, дорогие подписчики IGM. С вами Лестер. И мы с вами сегодня окунемся в неимоверное, я не знаю, что болевое, ну, по крайней мере, для меня ощущение в том плане, что мы будем играть в Bloodborne на PlayStation 4. И я не знаю, как вырыться. Если кто играл в Dark Souls, то те люди меня поймут. Потому что Bloodborne просто жопораздирающая игра. От создателей Dark Souls туда все инвентарь, все схоже. И, я так полагаю, уровень жопности такой же. Я скажу то, что у меня опыт игры в Dark Souls имеется в первую часть. Потому что в первую часть я наиграл немало, знаком с боевкой и так далее. То есть, по сути, теорию я знаю. Потому что наверняка в Bloodborne слегка немножко все по-другому. Потому что, как выразиться-то, немножко все по-другому. Потому что тут, по крайней мере, даже нет щита. Тут есть только перекаты. И, знаете как, я тут с классами персонажа уже до этого ознакомился. Когда тестил игрушку, смотрел, что как. И мы с вами будем играть за ветерана войны. Потому что просто это сильный, опытный боевой солдат. Там также, смотрите, можно начать, как и в Dark Souls, за ничтожество. Это нищий. Но, тем не менее, как-то за нищим. Я, кстати, в первой части в Dark Souls, когда играл, выбирал нищего. Потому что мне было как-то интересно вот так вот с нуля и так далее играть. Но тут, друзья, лучше, наверное, более как-то подготовлено к этому подойти. Большая голова, обратите внимание. Маленькая голова можно выбрать. Но я, знаете как, выберу, наверное, грузный сверху. Такой качочек в плечах широкий был парень. Пропорции это все мы, я думаю, менять не будем. Основной цвет кожи, ну, в своем стиле можно выбирать что угодно, но... Давайте вот такой вот, такой нездоровый слегка цвет кожи выберем. А детали лица. Во-первых, хочу поменять причесон. Волосы. Смотрите, как потрясающе. Причесочку можно выбрать. Хотя, кстати, я выбрал мужского персонажа на секунду. О, даже Екатерина Великая может управляться нами в Бладбор. Но, наверное, мы выберем вот такую причесон. Такой стандартный, клевый, модельный причесон. Цвет волос выберем черный. Брови... Смотрите, как брови меняют человека вообще, реально. Вот вам Брежнев сразу. Монобровь. Вот такие обычные, стандартные брови выберем. И давайте бороду. Слушайте, вся... Во, как из... Наши герои из The Order 1886. Но, тем не менее, я думаю, выберем вот просто так вот слегка подзаросшего нашего героя. Цвет бороды, ресницы. Все это пускай остается тем же. Зрачки. Зрачки, допускай. Цвет зрачков хочу выбрать. Зеленый хочу. Вот так вот. Все, размеры зрачков и так далее. Оставим татуировку. Ну, довольно-таки сомнительный выбор татух. Здесь у нас есть. Я, пожалуй, просто выберу такой шрам сбоку. О, давай цвет тату. Наиболее такой красный мы ее, наверное, сделаем. Все. Так, очки. Гарри Поттер может нами управляться. Нет, друзья, знаете, как пожал, я оставлю бортана без очков. Не надо. Не нужные нам очки будут таким ходить. И, в принципе, меня все устраивает. Вот такой будет, смотрите, дерзкий чертила нами управляться. Смотрите, можете оценить уровень десятый, отголоски крови, жизненные силы, стойкость, силы, ловкость, оттенок крови, тайны. Все это посмотреть. Завершить. Да, завершаем создание контракта. И Bloodborne готов распахнуться перед нами, чтобы мы распахнули свой анус для боли, для убийств, для смертей. Друзья, сразу скажу то, что, наверное, погибать буду много. Потому что в Dark Souls и ту я играл давненько. Просто как что-то может быть. Может быть. Руки что-то помнят. Да и то не факт. Поэтому, ребят, прошу прощения за свою и криворукость. И да, я, сука, играть не умею. И кто вообще пустил меня, мудака, за Bloodborne? Уберите его, отнимите у него микрофон. Не пустить, выколи себе глаза, не играть. Ну и прочие комментарии, которые люди будут писать. Я к этому морально готов. И парень нам уже сообщает, что отлично, контракт подписан и скреплен печатью. А теперь начнем переливание. О, не волнуйтесь. Да я-то не волнуюсь, умирать-то не впервой. Что бы ни случилось, все это вам покажется дурным. Сном. Все, я так понял, переливание началось уже, да? Ха-ха-ха, как тебе смешно, сука. Поганая. Жесть. Я чувствую, сношать меня будут. Охеренно. Это что, игла такая торчит? Или что? Да, я так полагаю, или нет? Капельницы узнаю. Это же моя больница, местная, городская. Ух ты. Да, это врач, который из анализов мочи выбирается, купался. Слушайте, собака какая-то жесткая. Шутки шутками, но вы посмотрите. Явно неземное существо. Когти огромные. Мышцы, смотрите, как разорваны. Сависок. Как она вообще двигаться может? А что случилось? А что она сгорела, дотронувшись до меня? Или кто-то, может, ее сжег? Что происходит вообще, ребят? Я не понимаю. Вроде никого рядом нет. Или есть? Да это же этот. Смиагорл из Василия на колец. Здравствуй. Кольца у меня нет. У этого вообще писька вместо тарта женская. Ребят, что происходит? Вы... Не надо, пожалуйста, я... Я что, на фабрику поцелуев какую-то пришел? А, вы нашли себе охотника. Лечебница Йозефки. Потрясно. Что ж, друзья. Вперед и с песней погибать, я так полагаю. Давайте сейчас сначала осмотримся. Сука, дайте мне оружие. Открывается с другой стороны. Потрясающе. Ну-ка, давайте-ка. Опа. Так, вроде... Вроде бить, понимаю как. Здесь у нас инвентарь. Быстрые предметы. Хорош. Одеяние. Это оружие. Оружия у нас пока нету. Статус. Есть статус. А, статус. Мы тут, понятное дело, будем прокачивать своего персонажа. Ровно как в Dark Souls инвентаре. Метко-охотник пожертвует себя отголоской крови. Подпробудится. Нет. Так. Оружие для правой руки. Пусто. Оружие для левой руки. Пусто. Ну, хоть одежда, друзья. Хоть не голожопами проснулись. Но больше у нас ничего, кроме нашего одеяния, я так полагаю, нет. Сука, потрясающий в игре, где хер выживешь. Ничего не иметь в руках. Так, надпись от руки. Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. Грася за совет, монсеньор. Но давайте. Так. Давайте пойдем. Не спеша. Умереть мы, сука, всегда успеем. Давайте. Кто тут есть? Что это? Посмотреть записки. Атаковать. Оружие в правой руке. R1. Вижу. Правой рукой бьет. Молодец. Выносы сверху слегка расходуется. Окей. Это что? Захват. Сброс цели. Ну, понятно. R3 это фокусировка. Как, в принципе, и в Dark Souls. Давайте. Что? Странно. Играем уже 8 минут и ни разу не погибли. О! Здрасте. Смотрите, у нее жизни нет. Половину. Ну, знаете как, сука. Вот. Вот. Вот по-любому. Нету половины жизни. Даже больше. Двух-третьей жизни нет. Но. Ой. Я полагаю, будет нелегко. Dark Souls не был легким. И это не будет легким. Ну-ка. Стойте. Так. Да. Все. Все. Нашел, на какую упрыгивать сторону. Если что, в качестве защиты надо. Здравствуй. Сука. А? Сука, за дело. Уйди. 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 Сука. Сношаю тебя в жопу. Сука. Какая ж... Мразотная вещь. Так. Так. Выносливость. Выносливость. Сука. Она хилится, что ли? Я что-то не понял. У-у-у. Стол. Стол. Стол, сука. Валю. Бразь, уйди. Убили. Жесткач. Я так понял, ребят. Ну, я продержался, по крайней мере, довольно-таки долго. Для первой смерти, я считаю, во второй Dark Souls я умер после первой же какой-то там ямки. А тут хоть даже, смотрите, достойный бой дал в сине. Дал слегка просраться. Ну, и прочие там оправдания в дальнейшем могут последовать от меня. Я не буду распыляться, сам что-нибудь придумать, как я там оправдался. Типа, ребят, у меня там джойстик завибрировал и так далее. Но, тем не менее... Смотрите как. Это мы где? Наверное, то, что мы умерли. Может быть, это так и надо. То есть, собака, в любом случае, хардкорная, она тебя убьет и... И вот это дворец. Или это кладбище. Я что-то не понимаю, просто немножко. Так, ребят, в любом случае, где мы оказались, там мы... Там мы и оказались. Давайте сначала назад сбегаем, посмотрим, что и как сзади. Может быть, оружие какое-то. Пожалуйста, дайте мне оружие. Сука. Так, получив урон от врага в течение какого-то времени, вы можете контратаковать его и тем самым восстановить немного... Отлично. Когда находитесь рядом с ошеломленным врагом... Хорошо. Вовремя сделанный выстрел поможет ошеломить противника и прервать его атаку. Я с удовольствием этим буду пользоваться. Заряжая... Заряженная атака противника со спины приводит его в оцепенение. Хорош. Посмотреть записи, это что еще? Сильная атака. Накопить атаку. Окей. Ладно. Изменить оружие. Изменение атаки. Л1. Понятно, он достает, но у меня так как ничего нет, он ничего не достает. Там что, могу? Заперто. Понятное дело, нам походу прогуляться сейчас не дадут. Ошибка, но... Сейчас нужно все записки. Можешь посмотреть, что полезное. Жесты. Личные вещи. Понятно. Доверяю свои записи посланникам, вы позволите охотникам из других миров прочитать их. Понятно, это как в Dark Souls, то есть мы можем записки оставлять, типа там, вот там жопа, или вот тут сюда не ходи. Использовать предмет, переключать предметы. Понял. Тоже это быстрый предмет, как и в Dark Souls юзать. Переключить оружие. Посмотрите, запись. Срочное пополнение запаса ртутных пуль. Используйте, осторожуйте. Это действие сокращает количество... Понятное дело, потому что ртуть, наверное, голыми руками берем, вдыхаем и так далее. Поры ртуть очень вредны. Как вы можете знать. Ну, что же собакой-то делать, сука? Давайте хоть сюда еще сбегаем, посмотрим, что тут есть. Посланник купальни. Используйте отголоски крови, чтобы покупать или продавать предметы. А у меня их ноль. И предметов ноль, и отголосков крови у меня, друзья, тоже ноль. Я, в принципе, могу, наверное, одежу... Невозможно продать экипированный предмет. Хорошо. Я, может быть, сейчас в теории мог бы снять экипировку, продать, что-нибудь выменить, но... Мне что-то подскажет. Лучше останься в одежде. Что это? Походный алтарь. Для проведения ритуала необходима чаша предков для короткого ритуала. Первый... Ну, я так полагаю, ритуальными алтарями заниматься особо сейчас мы не будем, потому что у меня ничего для этого нет. Так. Эту дверь, я думаю, пока не пойдем обойдем. С другой стороны слегка бежим, тоже поглядим, что и как. А, потому что мало ли чего. О, это что за девица прекрасная? Брошенная кукла. Ну, весьма пугающе. Ух ты! Принять дар от посланников. Слушайте, я так понял, эти черты, смотрите, которые тогда вылезли. Еще девушка сказала, типа, вот, там, поздравляю, вы нашли охотника. Это, я так полагаю, наши посланники, то есть они наши помощники. Какой дар вы мне дадите? Посланники предлагают вам обманное оружие. Выберите одно. Такое оружие наносят, носят в правой руке и применяют во время охоты на чудовищ. О, мне сейчас пушки дадут. Друзья, не зря сдох. Вот, сука, не зря. Так, смотрите, тут также прочность есть. Физическая атака. Секира, охотника. Вот это, наверное, самая жесткая и хорошая физическая атака. 98. А сколько на нее сил нужно? Требования атрибута. 9, 8. У меня сила 14. Ловкость 13. Берем. Отлично. Взять, Секира? Конечно, взять. Братаны, спасибо за Секиру. А вы мне что дадите? Принять дар от посланников. Хорошо. По сути, у меня требование даже все... Оттенок крови, все у меня... У меня все это есть. Сила, опять же ловкость. Смотрите как. Пистолет. У него срок службы поменьше, но зато атака 70. Слушайте, я лучше его потом, может, починю. Взять пистолет охотника. Слушайте, я, наверное, понял. И смотрите, мы сейчас... Я вот уверен, мы окажемся как раз перед той собакой. Вот почему-то чувствую. И смотрите, обратите внимание. Тут есть две дороги. Одна без подсказок, без посланников. Просто голая лестница, по которой я как почуял, что не надо заходить пока что. И там я так ловко... Если мы вот просто вот так без всего пройдем, мы опять окажемся, может быть, без инвентаря, без всего. У этой собаки типа воюй, сука, как хочешь. Кулаками, голыми. Но так, это, я так понял, легкая тропинка. Принять дар от посланий. Что вы мне еще... Получен блокнот от посланника. Передавайте сообщение с помощью этих верных слуг, чтобы поделиться ими сыграть. Ну, понятное дело. То есть блокноты мы можем посланить, как и в Dark Souls послание оставлять. Это, ребят, конечно, все здорово. Давайте оружие. Секира охотника. Еще одно оружие. А, или это для другой руки еще, может. Пистолет охотника. Ну-ка. Что ж ты не достаешь-то? Братан, я, я, я понимаю, но... Инвентарь. Использовать. Использовать. А, все. Разобрался, друзья. Но... Что ж, ребят, с богом. А, собака меня убила. Первая смерть уже была. Терять-то особо нечего. Давай, открой дверь. О, как. Заперто. Значит, мы в эту дверь не пойдем. А, может быть, следует проследовать в дверь, которая тогда была закрыта? Давай. Я в тебя верю, сука. Мы еще с тобой делов натворим, наверняка. Заперто. Да что ж такое-то? Так, у этого братана даже мне сейчас торговаться нечего, потому что... А, итак, у меня, по сути, все, что надо, есть. Вот, кстати. О, смотрите, еще какие-то чуваки. Ернамский надгробный. Сейчас, подождите, потому что, видите, вот у тех, где алтари и так далее, там ритуалы, там никого нету. А там посланники есть. Ну-ка, может быть, брошенные куклы? Нет, с куклой больше взаимодействовать нельзя. А, если... О, так вот. Хорош. Ярнамский надгробный камень. Пробуждение в выбранном месте Ярнама. Я так полагаю... О, палата на первом этаже. Я полагаю, здесь нам и надо появляться. Мы охотники. Бладборн. Все дела. По сути, я считаю, нормально пока, нормально. То есть, в том плане, что оружие теперь есть, причем урон у оружия неплохой. Потому что, как мне помнится, кулаки мои били где-то по 3, по 7, по 10, по 8 урона. А этим оружием можно реально мудохать по-жесткому. Но давайте сейчас туда появимся, поглядим, что и как, что почем. Собачка, ты где? Так. Обратите внимание, и подсказок сразу сколько стало. Вернуться в сон охотника. Нет, пока в сон я возвращаться не хочу, потому что... Все-таки я там уже только что был. И, кстати... Ох ты. Ну-ка, может, можно обратно вообще вернуться конкретно. Потому что, в принципе, я... Мы, друзья, короче, если ты когда погибаешь, ты попадаешь в сон охотника, я просто вам скажу, готовьтесь к тому, что спать мы будем очень много. Ну-ка, ты вышел на охоту? Прости, но я не могу открыть дверь. Меня зовут Юзефка. А, это ее клиника. Пацаны в моей клинике необходимы защитить от инфекции. Я знаю, ты охотишься ради нас, ради нашего города, но мне очень жаль. Все, что я могу для тебя сделать... Опа. А теперь уходи. Слушай. Удачный охотник. Спасибо, Юзефка. Ну-ка. Я так плохо... Вот, быстрый предмет. И бодрит. Чувство устанавливает большой... Чуваки. Мне, короче, дали хилку. Все не так уж и плохо. Так. Посмотреть запись. Атаковать. Оружие в правой руке. Все, хорош. Отступить назад. Options открыть меню. Оружие в левой руке. Л-2. На тебе, сука. О, как рубит. Так. Все жрешь, мразь. Значит. Прохавываешься, да? И... Ни... Хе... Дэ, 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 дэ... Окей. Че так взбесилась-то, сука, а? Не понравилось что-то? Так. Ладно, ребят. Одним ударом эту мразь не зарубить. Но ничего страшного. Я думаю, сейчас мы с вами как-то сориентируемся. И реально получится накернить этой суке. Дабы поняла она, с кем имеет дело. И, кстати, что потрясающее. Если тут такая же система сейвов, как и в Dark Souls, то есть от костра к костру, записывать игру будет очень-очень-очень-очень весело. Потому что... Ой. От сейва к сейву играть очень тяжко. А из игры-то, по сути, и не выйдешь. Потому что... Тогда все пропадет, враги восстановятся и так далее. Давайте. Ну, кстати, друзья, знаете как? Давайте такой эксперимент. Если сейчас я провалюсь, то на этом и закончим. То есть как бы вступительное на начало положено. А потом в следующей части уже основательно поиграем. Ну-ка, это что? Добыть отозвавшуюся кровь. Понятно, как и в Dark Souls, души восстановлены, короче. Ну-ка. Че ты? Мразь. Ах, как. Сука. Все? Обыскать труп. Пузырек крови. Понравилось? Паскуда. Так, разобрались. Теперь. Перезарядили. Пуля. Окей. Теперь давайте чисто хилку тоже заюзаем. Знаю, сейчас очень опрометчиво, друзья, хилки тратить вот таким образом. Но просто сейчас мы тестируем игрушку. То есть вообще, че как, я просто хотя бы вникнуть. Чтобы, грубо говоря, руки почувствовали. Потом, что я тут раздобыл, обыскав труп. Сделал блокнот. Пожертвовав себя от голоса крови и пробудиться. А где этот пузырек крови, который я раздобыл? Мне кажется, они потом тогда, может, где-то юзаться будут. Или, знаете, как пузырек крови, вон плюс 5 какая-то отметка появилась. Тут нечего обыскивать. А то, может быть, сейчас что-то попадется здесь. Интересненькое. Нет. И смотрите, бедный чувак, которого наело. Я тебе очень сочувствую, брат. Братан, братишка. Давайте посмотри, что здесь у нас есть. Опа. Обыскател. Пузырек крови. Ладно. Посмотреть записи. Восстановить. Использовать пузырек крови. О, неплохо. Мы можем, смотрите, хилить. Вот как раз все, теперь понятно. Вот этот пузырек ее зевки, он хилит много здоровья. А пузырек крови частично. Ну, знаете как, понятное дело, плохо, что я его сейчас потратил. Но, ребят, просто как бы я... Я окей. Я его заюзал. Все. Чего греха таить. Так. Что ж, поохотимся. Я так полагаю, еще какое-нибудь говнецо здесь меня поджидает. Сейчас посмотрим, может быть, что еще можно обыскать. Смотрите, какая потрясающая статуэтка. Тянущиеся руки со свечками. Не хотел бы я себе такую домой поставить. Так, вон еще вижу. Людишек можно пообыскать. Закрыто устройством. Я слышу, кто-то, сука, ходит. Вот, сука, кто-то ходит. Где? Не вижу. Давай обыскать. Ртутные пули. Отлично. Окей. Что ж. Навстречу смерти. Иначе... Иначе, друзья, вообще бы даже... Иначе даже язык не поворачивается сказать. Тут гробы. Тут хер пойми, чё. Так. Что ж, друзья, тогда, знаете, я думаю, в принципе, правда, на этом закончим. Так вот, вступительное слово в Bloodborne мы посмотрели, поняли, что игра хардкорная. Два раза я сдох, хотя, по сути, мог бы и один раз. Потому что, мне кажется, все-таки тяжко, тяжко собаку кулаками валить. В любом случае, мне кажется, очень много игроков сразу погибнет, потом пройдет, получит оружие и так далее. Вот. Но, тем не менее, в принципе, со второй попытки с оружием собаку зарубить вполне неплохой такой хинт. Хотя, понятное дело, что потом на первом же боссе меня просто жопу разорвут. Но, тем не менее, я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Эстер. Ставьте лайки. Я не знаю, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал IGM. Это было прохождение Bloodborne. И ролики по ней в дальнейшем будут проходить. Потому что... Проходить. Выходить. Потому что, в принципе, мне игра нравится. Потому что мне нравится Dark Souls и так далее. Что ж, до новых встреч. С вами был Эстер. Пока.